Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я. Владимир, сегодняшний видеоролик пригодится не всем, но если вдруг такой вопрос встанет, он будет для вас весьма-весьма значимым. Сегодня поговорим о том, как перенести данные с одного облачного хранилища на другое. В нашем случае я переезжаю с дропбокса на Яндекс, и вы должны понимать, что облачные хранилища не хотят отпускать своих пользователей. То есть нет какого-то готового инструмента, который позволит взять и просто по щелчку пальцев перекинуть с, допустим, я не знаю, OneDrive в Мегу или еще куда-нибудь. Но есть замечательная программа, которая называется CarrotDAV. Давайте мы ее запустим, я про нее вам сейчас немножечко расскажу. И, к сожалению, в случае с Яндекс.Диском эта программа сейчас будет неприемлема. Поясню почему. То есть у нас будет два способа. Проблема в том, что я не знал. Вот у меня, в принципе, всегда Яндекс.Диск работал как сетевой диск, проблемы никаких не испытывал. Единственное, что я использовал не проводник Windows, а сторонние клиенты, вот типа CarrotDAV. И у меня при... Ну, я вам просто продемонстрирую. Заходим в Яндекс.Диск, давайте создадим папку Dropbox, туда будем все перекидывать. Dropbox. И заходим на, собственно, на облако Dropbox. То есть я хочу сказать, что вот эти файлы, да, вот Яндекс.Диск и Dropbox, они не находятся физически на моем компьютере. Тем более, вот у меня в Dropbox вообще объем, который оплачиваю, это 2 терабайта. То есть на Яндекс.Диске пока 100. И вот я перекину себе 100 самых там нужных гигабайт. Значит, в чем преимущество? Вот, ну что, вот тут есть игрушка, допустим, вот Xbox. Тут у нас, у меня тут какие-то, да, видосики из игрушки Enham. Давайте просто перенесем. То есть раньше эта программа работала очень просто. Вот с Dropbox файлы загружаются почти мгновенно, и сейчас они перекидываются на Яндекс.Диск. И что меня смутило, то есть когда я начал переезжать, это типа, come on, а почему так сильно режется скорость? То есть то, что тут такая задержка, да, во-первых, непонятная задержка, файл фактически передался. Ждем какое-то время, чуть позже пойдет ответ от Яндекса, и здесь появится скриншот или видеоролик, там, что первое начало перекидываться. Ну, по размеру это скриншот. И я полез в Google, стал искать и увидел на Пикабу переписку с поддержкой, что сейчас Яндекс, типа, режет, неофициально режет скорость сторонним WebDAV клиентам. То есть там прямо в переписке скриншот, где, получается, с поддержки парень отвечает, мол, мы гарантируем работу Яндекса по WebDAV протоколу, то есть идеально. Это если вы используете фирменный, получается, клиент Яндекс.Диск. Ну, это не очень круто. Вот пока мы говорим, он, скорее всего, перекинулся, просто нет ответа от Яндекса. Ну, чтобы было чуть побыстрее, можно поставить вот галочки напротив пунктов Ignore, Skip, 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 и тогда вот этот процесс ожидания, он будет проходить значительно быстрее. Но я к чему веду? То есть, как бы стрёмно, да, здесь мгновенная загрузка, Яндекс ее режет. Вот, поэтому не вариант, поэтому не вариант, давайте мы отменим, то есть. Но почему я вам его показываю, да, даже с учетом того, что он сейчас неприменим, если в будущем Яндекс нарастит там свои мощи, поменяет свою политику, то вот это просто будет здорово. Реально перекидывайте с одного компьютера на другой, QRDAV строит задачу, то есть если очень много файлов, он строит прям лист задачи, как делает, к примеру, файл ZIL, когда вы перекидываете файлы. И потом поочередно каждый файлик перекидывает, каждый файлик перекидывает. И если даже где-то скорость оборвется, то есть, ну, прервется соединение, программа запоминает этот список и просто предлагает вам потом возобновить передачу файлов, когда появится качественное соединение с интернетом. То есть программка, молодец, совершенно бесплатно. Но вот смотрите, с Яндексом этот финт провернуть не получится, если вы используете другие облачные хранилища, Box, Google Диск, iCloud, OneDrive, ну, из популярных, SugarSync, не знаю такой, Swift, тоже, честно, не знаю, вот, но Amazon еще и знакомых, Amazon Cloud Drive. Вот, поэтому поступим по-другому. То есть сейчас я покажу как бы не правильный метод, а метод безысходности, который я вынужден сейчас сделать, чтобы свое добро с Dropbox перекинуть на Яндекс. Вот, кстати, смотрим наша папочка Dropbox. Мы видим, файлы синхронизируются, потому что они фактически не находились на моем компьютере. Они напрямую отправлялись в облако, и вот сейчас они синхронизировались, вот они появились. Значит, смотрите, когда вы пользуетесь родным клиентом Яндекса, он скорость не режет. Вот, а почему хороша программа Caradav? Если вы ее используете, пускай у вас там на компьютере всего 2 гигабайта свободное место, она создает время на файл во время загрузки, передает его на второе облако и мгновенно тут же удаляет. То есть не нужен, вот я сейчас буду передавать 60 гигабайт, мне не нужен этот полный объем из 60 гигабайт для Яндекса, для Dropbox, чтобы файлы перекинуть. Вот, давайте так поступим, значит, где находится эта папка Dropbox. Значит, смотрите, допустим, будем перекидывать на Яндекс.Диск, который установлен через фирменный клиент, но при этом не будем тратить место, которое необходимо для вот этих файлов с Dropbox. Ну, я еще раз говорю, как бы у меня здесь 2 терабайта, но я буду перекидывать под объемы Яндекса 100 гигабайт пока. И что, давайте выберем, ну, тот же самый, допустим, Xbox. Жмем просто Download, выбираем папку, нам ее сейчас показали в проводнике, это диск C, Яндекс.Диск, Dropbox. Вот, жму ОК. Мгновенно все делается, то есть, мгновенно загружается. И у Яндекса скорость отдачи, ну, сейчас вот еще файл появится. 4 мегабита, 8 мегабит, 10, ну, то есть, он не режет скорость своему клиенту, по факту не режет. И файлы передаются мгновенно. Ну, вот еще тут что-то немножко Эндхэм думает, 33 мегабайта, он уже есть, да, он уже там. Вот, что я предлагаю. Если в будущем Яндекс не будет резать, используйте программу CarrotDAV. Если будет резать, ну, я еще раз говорю, CarrotDAV поможет вам сэкономить место. Я только встал, я, может, глупости говорю, я ищу статью, но я Яндекс.Дзене напишу, где свои мысли изложу уже в такой более правильной форме. Ну, просто у меня горит, у меня 21-го числа, как бы, все, заканчивается подпиской, которую я перестал оплачивать, и мне нужно свои файлы срочно перенести. Правда, еще там есть такой момент, что Dropbox дает дополнительно месяц на хранение файлов на своих серверах, но уже, типа, не дает синхронизировать больше, чем 2 ПК. Вот, с вами был Владимир, ссылочка на программу будет в описании под этим видеороликом. Я надеюсь, я правильно все объяснил. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свои вопросы, всем буду рад помочь, всем обязательно помогу. Пока, до скорых встреч, увидимся!